МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С детьми приходят, и приходится экскурсионный обзор, который я готовлю. Я, конечно, его индивидуально подбираю к каждому клиенту, потому что приходят люди, допустим, старшего возраста, они одним интересуются. Детям надо в доступной форме изложить вообще, ну, большей частью этикет ложки и ложки. Вот за мной раздел ложки специального назначения. Это очень нравится детям, когда они начинают отгадывать, для чего эта ложка. Таких ложек около 50 у меня. Татьяна знает здесь каждый уголок. Библиотека – любимое место отдыха людей возрасте. Фитобар с травяными чаями. Огромный кинозал, где проходят не только кинопоказы, но и торжественные мероприятия. Столовая – еще одна визитная карточка пансионата. Трехразовое питание организовано по системе «Шведский стол». Посетители радуют вкусной домашней едой. Первое, что наши гости отмечают, это доброжелательность персонала. То есть вот такая чисто домашняя обстановка. Второе – это прекрасная кухня, чем мы тоже очень гордимся. Ну и условия проживания в Подмосковье, в подмосковной Швейцарии. То есть вот прекрасная природа, чистый воздух. И мы стараемся поддерживать вот эти условия для отдыха наших гостей. Номерной фонд рассчитан на 280 человек. В комнатах все удобства. Массаж, ингаляции, тренажерный зал, баня и сауна доступны всем желающим. Пансионат «Звенигородский» полюбился людям средних лет и семейным парам с детьми. Персонал с нетерпением ждет полного снятия карантинных ограничений. Надеемся, что это скоро пройдет. И опять в нашем пансионате будет много и людей, и детей. Различные конференции, отдых, спортивные мероприятия, которые сейчас у нас развиваются. Это и гандбол, и гимнастика, на чем мы в последние годы делаем ставку. Ну и различные обучающие группы, которые приезжают к нам обучаться. Это и английские клубы, и литераторы, и прочее. Раньше пансионат считался элитарным местом отдыха для сотрудников Академии наук. Хрустальные люстры, красные ковровые дорожки, зимний сад хранят дух того времени. Но и сегодня он остается прекрасным местом для комфортного и семейного досуга и оздоровления.